Дружба Здравствуйте! Дружба – взаимная привязанность двух или более людей, тесная связь их, бескорыстная, стойкая приязнь, основанная на любви и уважении. И словаря «Даля о дружбе» – тема нашего разговора. Как раз сегодня об этом Сергей Гаврилов – гость нашей студии. И я все-таки, Сергей, давай ограничим все-таки понятие дружбы мужской дружбой. Для начала, ну такой бородатый-бородатый анекдот. Не ночевал муж дома, жена говорит, вот друзья у него хорошие. Говорит, я позвонила, пять человек сказали, что у него ночевал, а шесть человек еще говорят, что он до сих пор ночует. Вот это мужская такая дружба, выраженная, так сказать, в анекдоте. А все-таки, что такое мужская дружба? Давай на эту тему порассуждаем. Ну, я не знаю, ты прямо вот так вот разграничил все это. Каким образом? Ранической темой. Что такое мужская дружба? Это, знаешь, в сегодняшних реалиях, в сегодняшней Европе. Да. Что такое мужская дружба? Я бы вот как бы так не разграничивал по гендерной основе, что там мужская, женская дружба, там дружба между мужчиной. Ну, не скажи, у женщин все-таки это все совершенно не так, как у мужчин. Наверное, не так. Но вот какие-то такие вот тектонические основы сохраняются. Ну, вот по Аристотелю, грубо говоря, вот ты вот там, сейчас вот там зачитывал цитату из словаря Даля. А по Аристотелю это все очень просто. У него там все-таки дружба препарирована. Ну, самое космическое определение у него – это обретение недостающей части своей души. То есть, вот определение Аристотеля, что такое дружба. То есть, вот я не знаю, у меня как-то вот по жизни, у меня половина на половину, а может, ну, я не считал. Вот у меня вот, наверное, больше друзей женщин, чем мужчин. То есть, причем разновозрастные, там, от 80-ти до 18-ти. То есть, здесь гендерное различие, оно как-то, оно неправильно. Ну, давай, давай я с тобой соглашусь, да? Вот смотри. Не будем тогда ограничивать. Не будем. Я соглашусь. Вот мужская дружба, сразу представляешь рекламу пива «Пиводесант» такой драйвовой, да? На дружные мужики, там, знаешь, там, после работы, там, все, там, в татуировках, там, такие, да, каченые, там, дружба. Не, братва. Ну, братва, дружба, конечно, брат, друг, там. Бро, бро. Да, 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 да. То есть, не знаю, там, Рамзан Кадыров, он в Инстаграме называет 2 миллиона своих, там, посетителей братьями. Они, что, друзья его, братья. Вот тут братья и все, там, брат, ты прав, там, брат, ты не прав, там, и так далее, и тому подобное. Дело-то не в этом, по большому счету. Я вот тебе скажу, что, ну, вот, дружба, там, мужская, женская, ну, женская, не знаю, я не был в этой ипостасе. Понимаешь, вот, это очень большая работа внутренняя. То есть, если ты не будешь внутренне работать, то есть, вот, устраивать какие-то отношения, отношения, то это уже не будет дружбой. То есть, вот, как говорят там, вот, я с ним знаком с песочником. – Может такое быть во всей жизни? – Запросто, запросто, да. – До самой старости? – Я таких примеров не знаю. – Так вот? – Обычно, вот, дети, там, все, ты подружился, игрушку отобрал, там, все, ты поссорился. Вот, когда уже обретаешь более, такой, так сказать, социальный опыт, то ты этим дорожишь. Начинаешь дорожить. Ну, и плюс ко всему, плюс ко всему, для того, чтобы дружить, Виктор Данилович, – Да. – Надо быть свободным человеком. – Согласен. – Надо быть свободным человеком. То есть, или ты бомж, или ты олигарх, вот, вы собрались вместе, но вы свободны, вы свободны, и вы дружите. То есть, у вас нет никакой корости. Вот у меня вот был… У меня просто вот случай, не случай, а целый период в жизни был такой. – Ну, смотри, вот представься, я в Новосибирске академгородок, там, 40 тысяч квадратных километров. Я в Новосибирском университете учился. На этих 40 квадратных километрах 16 тысяч кандидатов наук, 800 докторов, 300 членкоров и 37 академиков. И вот самый молодой академик, директор Института ядерной физики, Мениамин Скринский, самый молодой академик СССР, лауреат Нобелевской премии. То есть, в 1926 он получил Нобелевскую премию, а в 1927 ему дали академика. Его очень любил Леонид Ильич Брежнев, вот как сына. Он себе позволял такую роскошь собирать там в своем коттедже своих друзей. Мы там курили траву, ну, соответственно, там смотрели порнуху, там читали «Солженицы». – Ну, те же годы. – Да, 1981 год, ну, представляешь? И вот этот человек, этот человек, он вот, он так проявил, проявил, вот, у него тут такая вот дружба была. У него был кореш, Васик Удюкин, там, ну, не знаю, там, пьяная слива, там, 12 лет учился в этом университете. Его забрали в ментовку как-то пьяного. Что делать? Мы его пытались все, так сказать, вытащить оттуда, потому что если его выгонят из университета, его просто не восстановят больше никогда. Он так, там, уже брал какие-то академы отпуски, там, и так далее. И мы собрали, собрали целых 30 рублей, это совершенно сногшебедная сумма, по тем временам отправили ему телеграмму в Голландию, где он был на каком-то конгрессе, Веня. Веня очень быстро откликнулся, то есть, я не знаю, как он нашел этот полицейский околоток, куда его забрали, но его тут же привезли на милицейском бобике до дому, то есть, вот, доставили и больше никогда в жизни не трогали. То есть, вот это друг. А с другой стороны, этот человек, который строил там, так сказать, всех секретарей обкома в области, там, с другой стороны, он совершенно, вот, как пеноприбой, заходили какие-то посторонние люди в эту тусовку, и они так вымывались, то есть, вот, не было этого. То есть, вот, все дело в том, что должна быть какая-то эмпатия у людей. Просто, если не будет вот этой вот эмпатии, то ни мужчина, ни женщина, там, ни две женщины, ни двое мужчин, они просто не будут дружить. Вот, мне так довелось, то, что, вот, я служил, меня призвали из Новосибирска, но я служил в Германии в армии с Николаевским доктором. Он был тогда еще фельдшером, а сейчас он доктор, довольно-таки известный в городе. То есть, мы с ним были такие друзья, там, не разлей вода. В армии? В армии. Ну, армейская дружба, ты жили. Да, армейская дружба. И вот, и вот я, так сказать, то есть, мы ушли на Дембель, я там закончил университет, потом более судьбы оказался здесь в городе, и мы с ним встретились два раза всего. Два раза, при всем при том, что у меня доктора очень большие друзья. То есть, такая вот тусовка докторов есть. Но это люди какие, вот, они тоже вот как-то находят друг друга. Это люди, которые выписывают за 400 долларов, там, какие-то иностранные журналы, там, вот это, то есть, они вот находятся вот все время на переднем крае медицинской науки. То есть, у них хорошие диагности, там, и так далее, и так подобное. Они как-то вот находят друг друга. Они находят художников, они находят там журналистов, писателей, преподавателей тоже таких же. То есть, вот им вот недостающая часть какой-то вот души. То есть, вот, так сказать, они могут что-то подчерпнуть бескорыстно от кого-то. Им это интересно. То есть, вот с этим доктором, не буду называть фамилию, я просто, мне неинтересно. Да, мы встречаемся, там, попили пиво, там, как бильярдные шары, так, бун, так, вот, в разные стороны. Я вот тебе скажу больше, то, что вот это вот бескорыстие, бескорыстие и внутренняя свобода, вот это вот вообще-то, это необходимое качество мужской дружбы. Если этого не будет, то кто-то, и отсутствие, конечно, вот этой вот внутривидовой конкуренции. То есть, ты там успешный, ты неуспешный, там, ты там в бизнесе сделал то-то, а ты сделал то-то, то у тебя больше денег, то у тебя меньше и так далее, этого не должно быть. Если это есть, это все. Это уже, так сказать, первые кирпичи в этой стене, которые разделяют. Вот у меня сразу, знаешь, вот пример приходит, такой вот из истории нашего города, поскольку я историк. Так. Вот смотри, вот у нас был такой военный губернатор Николай Андреевич Аркас. Ну, такой классный парень, хороший, там, так сказать, он тут, он столько в городе наделал, ну, что там другому губернатору и не снилось. Все очень просто. Они, оказывается, с наследником престола, будущим императором, Александром II, родились в один год. Они вместе провели юность. То есть он был флигель-адъютантом, командером гвардейского морского экипажа. Они вместе общались, они вместе в один год женились. Они вместе ходили, там почти было кругосветное плавание, на императорской яхте. Потом он делал без всякой протекции, вот Аркас, делал карьер. То есть он так и и сделал до полного адмирала и главного командира Черноморского флота и портов. И вот он стал, так сказать, военным губернатором Николаева из Севастополя. Из Севастополя он от него добивается совершенно невозможного того, чего даже Одесса не добилась со своим портом Франко. Ну что, полкопейки спуда груза из коммерческого порта идет на нужды Николаевской городской общины. На эти деньги были замощены все улицы, поставлены фонари, еще сделала там куча всяких инфраструктурных проектов. То есть это все потому, что ему лично император разрешил. Никому не разрешал, а ему разрешил. То есть вот они кореша. И вот когда вот такая вот судьба, это вот дружба. Хотя они виделись во второй половине жизни очень и очень дискретно, по-моему, раза два или три. То есть встречались. Но они дружили. И вот когда ожидался приезд Александра II в Николаев, а тут началась, так сказать, вся эта народовольческая беспредельщина, то есть терроризм. Терроризм. Началась охота на Сашку, то есть охота на царя, грубо говоря. Убили 973, по-моему, такая есть цифра, разных чиновников, губернаторов, то есть начальников жандармских управлений и так далее и тому подобное. То есть они объявили массовый террор для того, чтобы, так сказать, пошатнуть государственный аппарат. И вот когда в Николаеве состоялся заговор, то есть пытались взорвать возле царской пристани, это, например, в Варваровке, так сказать, яхту царскую. Было такое. Да, Виттенберг и Логовенко. Помните, это вот улица Логовенко? Это вот тот самый боссман, имени, так сказать, которого она названа. Он тут же распорядился, то есть он так напряг местную полицию, он выписал из Киева, из Петербурга филеров, которые здесь внедрились в среду террористов. То есть все это было раскрыто на Мещанской канаве. У них была там, так сказать, база, то есть они там хранили все вот эти вот ртутные запалы какие-то и так далее и тому подобное. То есть их арестовали. Обычно следствие по этим делам длилось годами, но тут следствие, то есть вот сам губернатор проконтролировал три недели следствия в Одесском трибунале, и их тут повесили в поповые балки, это там идет у нас мясокомбинат, и зарыли, то есть сравняли могилу с землей. То есть вот он настолько переживал за своего друга, чтобы его здесь не убили, в Николаеве, то есть на территории его ответственности. И что ты думаешь? Его так и убили в 81-м году, то есть они вот в один год родились. В 81-м году его, так сказать, Гриневицкий в Петербурге так и убил, бросали, так сказать, в него бомбы. И через буквально через 4 месяца умирает Аркас от болезни. Вот и все. То есть вот они родились, вот тут, это вот, это вот, дружба, она имеет под собой какую-то вот мистическую основу. Но самое главное, то есть вот и он, как император в этой дружбе был свободен, и Аркас был свободен в этой дружбе. То есть люди подневольные, они вот, то есть если есть какая-то зависимость, это уже не дружба, это что-то другое. То есть вот нельзя... Ну можно ли сказать о них, что они были свободны? Конечно, в этой дружбе они были свободны. В этой дружбе. Да, в этой дружбе. Но, допустим, вот как статус бюрократической вертикали, конечно, ну здесь там, здесь больше ритуализма, чем дружбы. Вот смотри, что получается. Все-таки дружба это понятие, на мой взгляд, полярное. Смотри, вот здесь понятие дружбы, а если нет дружбы, то одиночество. Может быть, от этого так люди стремятся к близкому общению, к такому друг с другом, чтобы, не дай бог, не остаться в одиночестве. Ну, Виктор Иванович, я тебе тут только в ладоши похлопаю. Ты вообще вот заглянул в самую суть. Вот смотри, вот понятие дружбы, она же не возникла вместе с человеческим обществом. То есть, в стае первообытной дружбы не было. Вот смотри, вот там все антропологи, этнографы, они до сих пор там замечают, что, допустим, в племени алгонкинов воин разрешался иметь только трех друзей. То есть, там резали вены и так далее, кровью братали, там только трех. Только трех. Там еще в каких-то племенах, там четырех, там еще где-то там, то есть нет, нельзя. То есть, ты был не свободен в выборе друзей, грубо говоря. Впервые дружба появилась, знаешь, когда в античности. Вот когда появился театр. Ну, мне кажется, как человек появился разумный, так уже и дружба появилась. Нет, ну, нет, человек разумный появился. Ну, в пещере что-то там не корешевали, так вот. Подожди, так нет, ну, человек разумный. Извини, но на уровне родоплеменного строя тоже вот такой дружбы не было в нашем понимании. То есть, ее в принципе не существовало. Но, а вот в нашем понимании, в современном, вот ты правильно сказал, как только появилось одиночество, одиночество, так появилась дружба. Впервые одиночество появилось тогда, когда появился театр. Оно появилось у греков. Вот древний грек, вот грек, вот афинянин, там, не знаю, там, житель Солонников, там, они были одинокие, одинокие, и они стремились делать свой мир более комфортным. То есть, это вот та самая аристотельская недостающая часть души, которая им не хватала, вот что им не хватало. То есть, совершенно вот, не то, что люди вот с разными зарядами или там с полярными характерами тянутся друг к другу. Это неправильно, потому что я, например, вот, вот, ну, не могу общаться с истеричными людьми. Меня просто клинит, вот, когда у человека там истерика, когда он там не может себя держать в руках, для меня это вот как красная тряпка для ВК. И будь он там трижды, там, я знаю, хороший, там, благородный, все, вот этот вот поведенческий стереотип меня переклинивает, я не могу, так сказать. То есть, у меня, ну, зато у меня есть выбор. То есть, я могу вот, то есть, я достаточно одинок. Да. Да, и это все вот началось с Древней Греции. Вот, поддерживаю тебя по этому поводу и говорю, что это же греки придумали самое страшное наказание для индивидуума с этого греческого общества. Изгнание. Это не греки придумали. А кто это? Ой, это вообще, это неизвестно, кто придумал, потому что изгоняли, изгоняли из племени, из стада глубоко до греков. Ну, понятно. Да. Но они это мифологизировали, понимаешь? Совершенно верно. Да. То есть, вот человек, человек, который одинок, это уже не человек. Хотя, собственно говоря, вот в наше время, смотри. Да. Я сейчас вот занялся вот этой флешмобной темой. Вот все дружат в социальных сетях, там, в Фейсбуке, там, еще где-то, там, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, люди там знают друг друга по аватарам, да, по каким-то. То есть, вот большинство из них не знакомы друг с другом. Но они, допустим, вот, я вот насчитал, с 2012 года в Николае прошло больше двухсот флешмобов разных. Флешмоб – это, так сказать, стихийная толпа, которая собирается и… Да, 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 ради какой-то цели и, так сказать, и расходится. То есть, в принципе, незнакомые люди, вот у нас сейчас вот все-таки общество либерализовалось, то есть, оно стало более атомистичным, таким вот. И поэтому вот люди для того, чтобы каким-то образом получать недостающую часть души, то есть, они пытаются вот таким образом через социальные сети, как у них это получается, я не знаю. Потому что, ну, это действительно, вот, настоящая дружба – это вот глубокая, внутренняя, индивидуальная работа. Не будет работы, прощай, дружба. Если ты будешь относиться, так сказать, к человеку корыстно, то уже все, до свидания. До свидания. Двоих, если между двумя, если группа, вот все время говорят, я всегда очень осторожно относился к тому, что если человек говорил, у меня много друзей, у меня много друзей, у меня много друзей, или у него много друзей. Мне кажется, что понятие уже много друзей, оно не очень точно, не может быть много друзей. Все-таки на какой-то период времени, особенно в юности, это всегда один друг, когда можно выполнить все условия, о которых ты сейчас говорил. – Все дело в том, что, ну, я тут опять с тобой солидарен. – А куда ж ты держишь? – Меня тоже вызывают подозрения люди, у которых два миллиона друзей, большое подозрение, либо это люди эгоисты, либо эгоцентристы, а еще хуже эгоманьяки, то есть, которые там питаются каким-то образом. Не знаю, обычно, так сказать, вот обычная практика, обычная практика, ну, это все люди, там, вот как круги на воде, так сказать, первый круг – друзья, второй круг – приятели, третий круг – знакомые, четвертый круг, там, ну, не знаю, там, вообще, там, такие атомы. То есть, вот каждый строит свой мир вот по образу солнечной системы. То есть, вот друзья, друзья, они могут вообще находиться, это не обязательно география, все они могут жить, там, не знаю, там, в Италии, там, в Австралии, в Канаде. – Это особенно сложные связи дружеские. – Да, это не география, даже не география. Но, допустим, вот у меня вот возникает, вот я там общаюсь, там, допустим, вот с художниками, я могу их, могу того или иного не видеть, там, не знаю, ну, два года, потом у меня такая вот острая потребность возникает, и я так это вот созваниваюсь, там, и так далее, да, 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 созваниваюсь, ну, как там, совпали, нет, не совпали, 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 все, совпали, там, воссоединились, там, пообщались, все, и опять, и опять пропали друг для друга, и так далее. То есть, в принципе, вот, ну, не знаю, работает это так сейчас, потому что все заняты, все там, ну, всех, там, свои дела, свои проблемы, но отвлекаться на друзей обязательно надо, если не будешь... Поддерживает, это, грубо говоря, поддерживает дружбу. Еще, Сергей, еще одно наблюдение за мою очень, дай бог, длинную жизнь. Я заметил, что вот в коллективе вот у нас, а я здесь на телевидении работаю всю свою жизнь, вот были люди, которые, в принципе, профессионально они устраивали и начальство, и всех людей, людей, но по симпатиям к этому человеку, по отношению коллектив их не очень уважал, тем более любил, честно говоря. Вот они не были изгоем, но они этого даже не замечали, мне так кажется. И самое странное, кажется, смотрите, почти все были отчужденно к этим людям, а у них были друзья, такие же, похожие на их люди, у них, у него, у него были друзья. Такие же самые, от которых, которые все держали на расстоянии выкинутой руки, да? Совершенно верно, да. Нет, ну, здесь ничего удивительного нету, потому что, ну, так сказать, подобное тянется к подобному, как правило, потому что, ну, я не знаю, вот, мне, вот, еще раз повторюсь, мне некомфортно с истериками, но я знаю целые сообщества, где сплошная истерика, они вот как на гагачьем пляже даже разговаривают, то есть они вот сидят вот так вот на расстоянии выкинутой руки и они орут друг на друга, даже такие децибелы, там, вот барабанные перепонки. Им понятно и комфортно, всем остальным непонятно и нехорошо. И некомфортно, потому что там вот крещат, как в Мартеновском цеху, как будто они все вот работали там. Ну что, чтобы вот закончить наш этот короткий разговор, я взял с википедии, все-таки вот взял, там же все-таки есть википедии. А ну тебе надо вот это вот? Нет, знаешь почему? Почему? Вот почему надо, потому что я потом удивился, какой я из этого делал вывод. Ну. Десять законов дружбы бросаю. Помоги друг другу в беде, умей с другом разделить радость, не смейся над недостатками, останови друга, если он делает плохое, умей принять помощь, совет, не обманывай друга, выполняй свои обещания. Я так посмотрел на все это дело, да? А чего только перед другом это надо делать? Ну давай еще добавим, что не вожелай жены друга своего. О! Нет. Это религиозные заболевания. Вот посмотри, это все-таки оттуда идет, ты правильно к этому пришел. Оттуда, от канонов, от Библии, все сюда приходит. И когда мы говорим о дружбе с человеком, это все и относится просто к каждому человеку, живущему на земле. Не знаю, мне не нравится, когда вот так дружбу препарируют, вот так по-лобовому. Все-таки в дружбе есть что-то мистическое. У каждого свое, да? Конечно, есть что-то мистическое, вот не знаю, можно следовать каждому этому пункту, но ты не будешь с этим человеком общаться, он тебе просто не нужен в этой жизни. Ну, это понятно, понятно. Эмоционально, эмпатически не нужен. Пусть для нас будут примеры и из античности, и из средних веков, и из жизни, что есть люди, которым дружба дала то, что они были полезны для всех остальных людей. Витя, ну я снимаю шляпу, была бы, снял шляпу, потому что ты вот сохраняешь свое жизнелюбие и порядочность. Ну давай, вот хорошо. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова